Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем постепенно наш вебинар. Я напомню, что данный вебинар мы проводим совместно с компанией Admiral Markets. Мы – портал InvestFuture, меня зовут Кира Юхтенко, я главный редактор портала InvestFuture. И мы очень рады, что в партнерстве с компанией Admiral Markets мы для вас можем провести цикл из 10 бесплатных вебинаров по основам технического анализа. Так, коллеги, сегодня мы с вами будем разбираться, что такое трендовые индикаторы, для чего они могут быть полезны, в каких ситуациях мы трендовые индикаторы используем, в каких ситуациях они могут давать ложные сигналы. И также мы посмотрим, как добавлять трендовые индикаторы на график в нашем торговом терминале MetaTrader, для того, чтобы вы могли не только в теории разбираться в техническом анализе, но и понимать, как делать это на практике. Сразу скажу, ничего сложного в этой теме нет, несмотря на то, что у многих начинающих трейдеров вообще термин индикаторы повергает в такой первобытный ужас, потому что мы вспоминаем графики у гуру трейдинга, которые показывают нам вот такие вот графики, загроможденные десятками индикаторов, в которых абсолютно ничего не понятно, сигналы друг другу противоречат, а вот если еще и посмотреть на разные таймфреймы, то можно просто сойти с ума. Но это совсем не то, что мы с вами сегодня будем рассматривать. Сегодня мы рассмотрим несколько самых простых, базовых, но при этом работающих индикаторов, попробуем их добавить на график, поймем, как это делается, и надеюсь, что ваша трейдерская жизнь станет насыщеннее после нашего сегодняшнего занятия. Итак, друзья, но еще такой момент, учитывая, что аудитория у нас достаточно разная, поэтому давайте я сразу такой вопрос задам. Нужно ли нам разобраться с тем, что такое тренд и как, собственно, отличить тренд от нетренда? Напишите, пожалуйста, в чате, кто хотел бы, чтобы мы эти вопросы покрыли. Если такая потребность будет, то мы несколько минут на это тоже потратим. Ну а пока давайте разберемся с видами технических индикаторов. Итак, есть у нас две наиболее заметные группы технических индикаторов. Это трендовые индикаторы и это осциллирующие индикаторы. Осциллирующие индикаторы, это еще раз напомню, тема нашего следующего занятия, которое пройдет уже в октябре, 11 октября, если не ошибаюсь. Итак, в чем же разница и в каких ситуациях какие из них применяют? Трендовые индикаторы позволяют нам определить тренд за счет сглаживания колебаний цены. Так, немножечко как-то тут у меня текст странно размазался, но ничего страшного. А тут, в общем-то, задумка заключается в том, что я хотела сказать, что эффективность применения трендовых индикаторов выше, когда рынок входит в новый зарождающийся тренд. То есть, соответственно, трендовые индикаторы могут быть полезны, если, например, рынок находился в каком-то непонятном движении, и тут мы видим, что зарождается тренд, но мы не уверены пока, что это реально тренд, мы не уверены, что вот сейчас прямо наступил тот момент, когда нужно покупать. И, соответственно, вот в тот момент, когда у трейдера возникают такие сомнения, ему на помощь, наряду с другими инструментами, наряду с теми же самыми японскими свечами и графическими моделями, приходят трендовые индикаторы, которые могут дать подтверждающие сигналы того, что рынок действительно разворачивается, что это не какое-то ложное колебание цены, а да, действительно, мы становимся свидетелями зарождения новой тенденции на рынке. И вот прямо сейчас наступил тот момент, когда в эту тенденцию можно впрыгнуть. Ну и, соответственно, в боковом канале трендовые индикаторы могут давать ложные сигналы, связанные именно с тем, что они приспособлены к работе с разворотом рынка. Ну и вторая группа, сегодня мы так мельком о ней упомянем, но все-таки я заложу тоже в этот момент в ваше представление, осцилляторы. Осцилляющие индикаторы по-другому, они позволяют нам определить состояние рынка, то есть понять, является ли он перекупленным или перепроданным. Трендовые индикаторы у нас, как правило, добавляются на график, то есть они сочетаются с ценой, мы посмотрим, как это делается, а вот осцилляющие индикаторы располагаются в таких вот отдельных боксах под ценой в вашем терминале MetaTrader или Quick, например. Поэтому, в принципе, вот даже по расположению индикатора можно уже сразу понять, к какой группе он относится. Если вы, допустим, посмотрели на чужой график, пытаетесь понять, что это такое, не знаете, что за индикатор, но примерно можно понять. Если коробочка под ценой, уклонно говоря, то это, скорее всего, осциллятор. Если же именно на график наложены какие-то полосочки замысловатые, то это, скорее всего, трендовые индикаторы. Так, вот я поняла ваш запрос, что все-таки про тренд немножечко поговорить нужно, и тогда давайте на это немножко времени потратим, постараемся не очень много. Итак, друзья, тренд или по-другому тенденция, направление, называем как угодно, это однонаправленное движение цены, действующее в течение определенного периода времени. Существует у нас три типа трендов – восходящий, нисходящий и боковой. Восходящий называется бычим, потому что быки на свои рога, напомню вам традиционную биржевую легенду, поднимают цену и таким образом толкают ее наверх. Так, нисходящий или медвежий, медведи, как считается, своей тяжелой лапой встают на цену и напротив продавливают ее вниз, приводя к ее снижению. Ну и боковой тренд от английского слова flat, так же мы называем его, именно таким термином – это история, когда цена у нас движется в неком боковом диапазоне, то есть не рисует новых минимумов и максимумов, но при этом мы можем… Сейчас чуть-чуть, давайте про боковик понагляднее покажу. Но для начала давайте вот разберем несколько основных характеристиков тренда, чтобы понять все-таки, тренд это или нет. Уже тренд, еще тренд, да, как сориентироваться? Давайте разбираться. Итак, самое главное, первое правило определения тренда – мы должны понять, есть ли у него, по крайней мере, два пика и две впадины. Если мы два пика и две впадины обнаружили, то, соответственно, уже можно говорить о наличии тренда. Сейчас я… То есть, смотрите, например, вот я взяла карандаш. Например, у нас цена движется в каком-то вот таком вот направлении, и для того, чтобы мы могли утверждать, что тренд существует, нам нужно, чтобы у нас было, по крайней мере, два пика и две впадины. Да, и, собственно, если мы их соединим, то мы получим линию сопротивления тренда и линию поддержки тренда. Ну, рисую я не очень профессионально, но я надеюсь, что достаточно наглядно. То есть, то, что мы проводим по верхней коемке тренда – это у нас линия сопротивления, мы соединяем наши пики. То, что мы проводим по нижней границе тренда – это у нас линия поддержки, и мы соединяем наши впадины. Да, все верно, пишет нам Анатолий. Канал, вот конкретно в данной ситуации это канал, потому что у нас более или менее параллельны уровни поддержки и сопротивления. Если бы они были не параллельны, то это было бы у нас не канал. Ну, это только один из примеров. Чуть-чуть попозже мы посмотрим с вами, как выглядит бычий-медвежий боковой тренд на графике. Что еще у тренда обязательно должно быть? Он развивается относительно плавно на всем промежутке движения. То есть, вот история, когда у нас рынок делает вот такой рывок, а потом там как-то корректируется вот так, и потом еще рывок. Вот так, конечно, не может быть, но примерно. Вот как-то вот так вот, и так вот, и так вот. Это не тренд. Потому что здесь у нас не получается никаким образом получить последовательные пики и впадины. Какое самое главное требование у нас к пикам и впадинам? Это последовательность роста. То есть, например, вот здесь у нас восходящий канал, и у нас каждый новый максимум выше предыдущего, и каждый новый минимум тоже выше предыдущего. Это у нас главное условие тренда. Он развивается относительно плавно, без каких-то бешеных скачков, потому что, ну, как правило, если у нас есть просто бешеный скачок, очень часто это оказывается ложным движением, если нет последовательного развития. Дальше. У тренда, как правило, откаты незначительны и быстро отыгрываются. То есть, что это означает? Это означает, что у нас есть основная фаза тренда, то есть история, когда цена движется по тренду, потом небольшая коррекция, потом снова пошла основная фаза тренда, небольшая коррекция, основная фаза тренда, небольшая коррекция. То есть, таким образом, мы видим, что фазы коррекции, то есть коррекция – это история, когда цена у нас движется против тренда. Фазы коррекции короче, чем фазы основного тренда. Если у нас тренд растущий, то большая часть этого тренда у нас будет состоять из бычьих японских свитчей. Те, кто были у нас на первом вебинаре, понимают, что это такое. Те, кто не были, рекомендую найти видеозаписи, посмотреть, либо почитать статью на InvestFuture. Далее. Тренд начинается и завершается мощным импульсом. Это также достаточно важный момент. Как правило, тренд не просто как-то так вяло зарождается, а, как правило, зарождается он из импульса, потому что для того, чтобы рынку развернуться, в любом случае ему нужна какая-то фундаментальная мотивация. То есть должен быть какой-то фактор, который цену толкнул, например, наверх, и дальше уже тренд начал, вот после этого импульса тренд уже начал формироваться. Ну и следующий момент. Бывчий тренд, как правило, сменяется боковым, а затем уже переходит в нисходящий тренд и наоборот. Это означает, что достаточно редко мы увидим такую ситуацию, когда у нас был, например, восходящий тренд. Это я вот даю его просто линии отображу, а потом он сразу превратился в нисходящий. Как правило, мы наблюдаем ситуацию такую, что у нас был восходящий тренд, потом немного бокового движения, и потом мы развернулись вниз. Отлично. Это мы с вами разобрались с характеристиками тренда. Итак, смотрите, вот таким образом у нас выглядит восходящий тренд или бычий. Вот как раз перед вами очаровательный бык на графике. Мы видим вот то, что выполняется самое главное условие. Каждый последующий пик, то есть максимум и впадина минимум выше предыдущих. Это и позволяет тренду, ну, собственно говоря, возрастать. Что еще важно? У бычьего тренда нам более важна поддержка. Более важна поддержка. То есть вот она, да, линия, которая проходит под цену, потому что фактически именно она обрисовывает тренд. Если эта линия четкая, значит тренд есть. Если же эта линия непонятна, если у нас здесь какие-то более, например, низкие, там минимумы, да, вдруг образуются, то тренда нет. Потому что бывают такие ситуации, что, например, рынок, давайте проиллюстрирую, что цена, например, ну вот, да, цена как-то колебается, колебается, и вроде как там вот есть у нас новый максимум, а потом новый минимум более низкий. А потом у нас снова там новый максимум, а потом новый минимум снова низкий. Но мы понимаем, что это не тренд, да, несмотря на то, что сопротивление-то вроде как показывает нам некую растущую направленность, но поддержка-то не подтверждает тренд. То есть нам очень важна вот именно эта линия поддержки, когда мы говорим о восходящем тренде. Идем дальше. Медвежий тренд или нисходящий. Обратная история. Здесь для нас ключевую роль играет именно линия сопротивления. Именно она оформляет тренд. Пики и впадины должны снижаться. Как минимум два пика, две впадины, и они снижаются. Ну и третья история. Это боковой тренд. Флет или консолидация, другими словами. Цена движется без определенного направления в узких пределах. Пики и впадины расположены примерно на одном уровне. Вот так, как правило, выглядит традиционный боковой тренд. Мы должны с вами понимать, что сейчас вы видите перед собой такие канонические изображения трендов. Рынок, как я всегда люблю повторять, это живой организм. И на рынке очень часто у нас бывают неидеальные ситуации. Поэтому да, может быть такое, что в боковом тренде какие-то более резкие выходы за пределы линии поддержки сопротивления происходят. Но в целом, когда вы уже какое-то определенное время проведете за графиками и научитесь уже интуитивно считывать эту информацию, то вам будет понятно, где тренд, а где не тренд. Просто нужно немножечко больше, исходя из этих всех базовых представлений, нужно тренироваться, смотреть на графики, и проблем с этим возникать у вас никаких не будет. Друзья, примерно вот так будут выглядеть у нас три типа тренда на графике. Медвежий, боковой, восходящий. Вот здесь вот вы как раз видите, что очень часто для того, чтобы рынку развернуться, ему требуется пауза и какое-то время в боковом диапазоне провести, а не сразу переламываться из медвежьего тренда в восходящий. Как я уже говорила, эта история достаточно редкая. Также напомню, что когда мы о трендах разговариваем, мы помимо того, что мы строим вот такие вот замечательные разноцветные линии, мы также можем высматривать разнообразные фигуры, в том числе, например, графические фигуры, которые позволяют нам получать дополнительную информацию. То есть если, например, присмотреться в этот боковой диапазон, то здесь можно увидеть графическую фигуру, и даже не одну. Ну, в общем-то, что вы видите, можете написать свои соображения в комментариях и поделиться с коллегами. Фактически здесь что хотим, то и разглядим. Можно сказать, что здесь двойное дно, можно сказать, что здесь тройное дно. Кто-то мог бы разглядеть здесь даже голову с плечами, но самое главное это то, что мы понимаем, что рынок действительно берет какую-то паузу и готовится к развороту, потому что он устал, ему нужно накопить силу, потом у него происходит первый растущий импульс, вот он, смотрите, и дальше мы уже начинаем рисовать новые, последовательные растущие максимумы. Отлично. Ликбез по трендам мы закончили. Я надеюсь, что этот момент я более-менее прояснила. Для наших начинающих коллег, если какие-то вопросы остаются, можете задать их в конце вебинара. Сейчас давайте не будем останавливаться, так как время у нас все-таки ограничено, и про трендовые индикаторы мы еще с вами можем достаточно много интересного сегодня разузнать. Мы, в общем-то, и должны. Итак. Какие трендовые индикаторы существуют? Ну, для начала я бы рекомендовала рассмотреть несколько наиболее популярных из них. Вы видите эти названия на слайде. Скользящая средняя, по-английски Moving Average, другое распространенное сокращение MA, ну, соответственно, аббревиатура от Moving Average, ну и в русской версии скользящую среднюю часто называют просто Машка. Если встретите где-то эту терминологию, не пугайтесь, это вот именно она, скользящая средняя. Индекс средненаправленного движения ADX, Parabolic и полосы, или, другими словами, линии Bollinger, Bollinger Bands. Это вот такие вот наиболее популярные трендовые индикаторы. Мы сегодня с вами постараемся разобраться, как эти индикаторы работают, и также потренируемся с добавлением этих индикаторов на график в торговом терминале компании Admiral Markets. Отлично. Все нормально, слышно, видно хорошо, никаких помех у нас не происходит. Поставьте плюсик, чтобы мы понимали, что вебинар у нас проходит без технических проблем. Замечательно. Отлично. Хорошо. Ну, поехали. Индикатор первый, который мы рассматриваем сегодня, это скользящая средняя Машка, Мария. Итак, скользящая средняя помогает нам сгладить колебания цены и показывает тренд. Если немножечко уходить глубже в теорию, хотя мы сегодня не будем этого делать, это совершенно нам не нужно для того, чтобы этим индикатором пользоваться, но все-таки понимать хорошо бы вот эту вот основную мысль, значение скользящей средней в каждой точке определения равно среднему значению исходной функции за предыдущий период. То есть фактически. Если говорить более простым языком, то точка скользящей средней за сегодняшнюю дату это средняя за выбранное количество дней. То есть, например, 50-периодная скользящая средняя это усредненное значение по последним 50-ти свечам. Также обратите внимание, вы можете период скользящей средней устанавливать самостоятельно. Абсолютно на ваш вкус, но здесь я бы порекомендовала, вот особенно для начала, использовать наиболее популярные периоды. Наиболее популярными периодами являются следующие значения. 200, 100, 50 и 20. Вот эти 4 скользящих средних мы на график добавляем и получаем возможность достаточно наглядно проанализировать рынок, не прилагая для этого практически никаких усилий. 200, 100, 50 и 20. Это наиболее популярные периоды для скользящих средних. Существуют разнообразные типы скользящих средних, но я рекомендовала бы рассматривать экспоненциальную среднюю, так как она делает больший акцент именно на последних ценах, то есть она просто дает им больше вес, и таким образом позволяет нам иметь вот такую более актуальную картинку. Не буду мучить вас с теоретическими терминами. Давайте посмотрим, как скользящая средняя у нас выглядит на графике. Да вот так вот, очень просто. Вы видите перед собой график японских свечей, и на него наложено, как я говорила, трендовые индикаторы накладываются именно на график, наложено скользящее среднее. Здесь у нас период, если я не ошибаюсь, 55, но это одна из вариаций 50-периодной средней, в общем-то там все достаточно близко располагается. Вот, собственно, вот так вот будет выглядеть у вас индикатор, если вы наложите его на цену. Какой смысл в нем? Как мы можем его интерпретировать? Возвращаемся на предыдущий слайд. Есть у нас здесь два варианта. Вариант первый, мы рассматриваем взаимодействие скользящей средней с ценой. То есть, например, если тренд у нас медвежий, как вот здесь вот на графике, да, основная часть, это медвежий тренд, и если тренд у нас медвежий, то скользящее среднее будет находиться над ценой. И сигнал мы будем получать на разворот в тот момент, когда скользящая средняя цена пересекутся. То есть, когда цена уйдет выше, да, там, или ниже, в зависимости от ситуации нашей скользящей средней. Ну вот, например, можно посмотреть это на примере вот этого отрезка. Здесь у нас был тренд, ну, такой восходящий, да, но не очень ярко выраженный. И, кстати, скользящая средняя также нам позволяет оценить крутизну тренда. То есть, например, вот здесь вот тренд такой достаточно плоский был, и скользящая средняя располагается близко к цене. Посмотрите, как часто цена ее касается. А вот здесь вот уже на этом отрезке тренд пошел очень резкий. И вот здесь вот скользящая средняя цены отстает. Поэтому, в принципе, даже для визуализации вот силы, да, и уровня наклона тренда, скользящая средняя может нам выступать в роли помощника. Ну и по поводу пересечения. Да, смотрите, вот скользящая средняя у нас здесь с ценой пересекалась, но цена не могла через нее переступить. Скользящая средняя выступала в роли линии поддержки. Затем немножечко у нас тренд еще развился, и потом все-таки это произошло. Не с первого раза, посмотрите, да, вот мы опускались, потом немножечко отталкивались, и все-таки пробили скользящую среднюю. И вот как раз момент пробоя является подтверждением того, что рынок действительно развернулся. Это произошло. Но, конечно, мы всегда помним, что у нас есть риски ложных пробоев. Здесь тоже как будто бы был пробой, да, но он не подтвердился. Поэтому мы дожидаемся нескольких свечей после пробоя, смотрим, как развивается рынок, и в таком случае уже принимаем решение. Вот здесь вот, ну, фактически вот там после 4-5 свечей уже можно было говорить о том, что рынок, похоже, не собирается возвращаться к росту, и можно было думать об открытии коротких позиций. Ну, дальше, как мы видим, цена тут у нас притормозила, начала корректироваться чуть-чуть повыше, такой вот вялый боковичок снова такой с трендом маленьким наверх пошел. И мы снова дошли до скользящей средней, но мы не смогли ее переступить. То есть не хватило импульса, откатились, вернулись снова под скользящую среднюю. Это говорит нам о том, что тренд сохраняется. Это вот первый вариант применения скользящей средней. Вариант второй заключается в том, что мы смотрим на скользящие средние с разными периодами и пытаемся проанализировать сигналы, которые мы получаем. То есть, например, смотрите, вот здесь на графике у меня добавлено как раз 3 топовых скользящих средних. Это 200-периодная желтая, это 100-периодная зеленая, и это 50-периодная красная. Чем выше период у скользящей средней, тем больше она, как вы видите, отставлена от цены. Это нормально, то есть если мы возьмем 20-периодную скользящую среднюю, она будет практически повторять движение цены, потому что она рассматривает значение последних 20 свечей. 200-периодная средняя, вот она желтая, рассматривает значение последних 200 свечей, и, конечно, это уже немножко другое приближение, с которым мы рассматриваем. Поэтому 200-периодная средняя показывает нам более долгосрочные тенденции, а более короткая средняя уже показывает нам вот в моменте фактически, что происходит. Итак, какую же информацию нам дает пересечение скользящих средних с разными периодами? Посмотрите, вот здесь был боковик, скользящие средние друг вокруг друга тут как-то так велись, но так как это был боковик, как я уже сказала, когда давала вам общие понятия о трендовых индикаторах, если у нас боковик на рынке, то скользящие средние, как и любой трендовый индикатор, могут давать ложные сигналы. Поэтому вот здесь мы фактически сигналы не считываем. Мы считываем сигналы от скользящих средних только, когда зарождается новый, более мощный тренд. И это произошло вот здесь. Мы видим, что рынок развернулся, цена пересекла 200-периодную скользящую среднюю, а дальше мы наблюдаем, как ведут себя основные мувинги. То есть смотрите, 200-периодная средняя, потом вот здесь вот в этой точке 50-периодная скользящая средняя пересекла 200-периодную. Чуть-чуть попозже, еще и 100-периодная скользящая средняя пересекла тоже 200-периодную. И сформировалась история, которая называется у нас правильный порядок скользящих средних. Этот правильный порядок может установиться только в истории, только в ситуации, когда у нас реально сильный тренд. То есть ближе всего к цене идет мувинг с маленьким периодом, потом побольше и потом самая большая. Это правильный порядок скользящих средних. И в момент, когда этот порядок установился, произошло это после того, как свое место заняла 100-периодная скользящая средняя, мы можем уже говорить о том, что тренд-то действительно установился, и можно рассматривать уже с большей уверенностью открытие позиций на продажу. Ну вот это практически все, что хотела я вам рассказать о скользящих средних. Теперь давайте я попробую вывести на экран торговый терминал и показать вам, как я добавляю скользящую среднюю на график. Секундочку, ждем, когда подключится у нас Метатрейдер к платформе вебинара. Я надеюсь, что вам виден мой экран. И сейчас я покажу, как мы добавляем скользящую среднюю. Ну вот, например, сейчас перед вами график нефтемарки Brent. И, соответственно, мы в нашем окне инструментов выбираем кнопку вставка, индикаторы, трендовые индикаторы, и выбираем Moving Average, скользящая средняя. Мы выбираем период. Ну, давайте, например, возьмем период 20. Мы выбираем стиль. Давайте возьмем сиреневую, сделаем ее немного тонкой, чтобы было видно лучше. Я выбираю экспоненциальную скользящую среднюю. Применяем к цене закрытия. Close – это наиболее грамотный вариант. Отображать на всех таймфреймах. Ну и, в общем-то, это все, что нам нужно. Окей. И вот оно произошло. У нас на график добавилось 20-ти периодное скользящая средняя. Мы можем смотреть, как она взаимодействует с ценой. Так, друзья, а можно мне написать, пожалуйста, в чат, что вы мой экран видели? Что никаких проблем у нас с этим не возникло, и что вы поняли, как мы добавили скользящую среднюю. Да, все, хорошо, замечательно. Все, спасибо, да, хорошо. Все супер, работает, значит, другие индикаторы я вам тоже смогу показать. Итак, у нас с вами остается еще 20 минут. Прошу прощения, но немножечко мне тяжело говорить без остановки. Так, это мы разобрались со скользящими среднями. Едем дальше. Следующий индикатор, который мы рассмотрим, называется полосы Боллинджера, или по-другому еще также он называется линии Боллинджера. Давайте начнем с того, что посмотрим, как этот индикатор выглядит, чтобы я не пустословила. Выглядит он вот таким образом. И теперь давайте минутка теории, да, потом также посмотрим, как мы его накладываем на график. Итак, полосы Боллинджера рассчитываются у нас на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. То есть фактически это та же самая скользящая средняя, плюс еще как бы две средних, которые у нас находятся по бокам от нее, если говорить таким вот более простым языком. В центре тоже находится скользящая средняя, простая. Что такое полосы Боллинджера, какую информацию нам этот индикатор дает? На самом деле полосы Боллинджера – это некая рамка, в пределах которой цена считается у нас нормальной. То есть если цена находится у нас в полосах, то мы считаем, что она адекватна текущей ситуации на рынке. Чуть-чуть поподробнее о том, что это означает, мы с вами поговорим немного позже. А вот если цена выходит за рамки, вероятен возврат в канал. То есть это говорит о том, что произошел слишком сильный импульс, к которому рынок был не готов, и возвращайся к этой цены домой в привычный диапазон. Что еще мы должны знать о полосах Боллинджера? Узкие полосы сообщают нам о низкой волатильности. То есть фактически мы знаем, что если у нас на рынке волатильность низкая, то, скорее всего, ее сменит период волатильности более высокий. Поэтому если мы видим узкие полосы, мы готовимся к тому, что в ближайшее время очень вероятен скачок волатильности и, соответственно, более резкое изменение цены. Давайте посмотрим, как это у нас работает на графике. Ну вот, например, полосы Боллинджера. График, по-моему, USDGPY, доллар-иена, если я не ошибаюсь, ну, уже такой достаточно несвежий, но тем не менее. Смотрите, начиналось все с того, что у нас рынок находился в узком боковом диапазоне. И вот они, узкие полосы, расстояние между ними минимальное. Мы видим, что рынок как только подходит к верхней границе, как правило, он возвращается. Бывают, конечно, сигналы ложные, но тем не менее, в среднем индикатор работает именно таким образом. Смотрите, он торгуется в рамках полос. Центральная полоса также является для нас уровнем поддержки и сопротивления в зависимости от того, как расположена цена. А вот дальше, если вдруг пошел у нас резкий рывок цены, как мы наблюдаем на этом моменте, мы видим, что полосы перестраиваются под него и уже рисуют нам абсолютно новую картину. Мы видим, что вот здесь у нас был сильный импульс, и рынок долгое время торговался у верхней полосы. Это сигнал того, что рынок перетянут наверх, то есть как бы слишком сильный импульс, слишком резкий рост. И требуется коррекция. Ну вот, собственно, коррекция и наступила. Мы протестировали нижнюю полосу, отскочили от нее и пошли новой фазой роста наверх. Росли, 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 вышли за пределы полосы, вернулись домой, торгуемся в пределах полосы. Ну вот каким-то таким образом это и работает. Узкие полосы, низкая волатильность. Когда полосы отставлены широко, как, например, вот здесь, мы видим, что волатильность высокая. Это действительно так. Мы видим, что тренд очень резкий и без откатов. Вот таким образом у нас работает индикатор полосы Боллинджера. Давайте посмотрим еще раз на графике. Теперь я уже могу быть уверена, что вы видите его. Одну секунду. Так, вот я включила демонстрацию. моего терминала торгового. Я надеюсь, что вам видно. Итак, давайте рассмотрим тот же самый график нефти марки Brent, на который мы накладывали скользящую среднюю. Вот он. Таким образом он выглядит. Кстати, вот здесь у меня внизу на графике сейчас добавлен как раз осциллятор. Это индикатор RSI, о котором мы будем говорить на нашем следующем вебинаре. Вот то, о чем я говорила. Трендовые индикаторы у нас на графике, осцилляторы у нас под графиком. Я давайте удалю окно осциллятора, чтобы он нас не смущал. Давайте скользящую среднюю мы также удалим. Для того, чтобы это сделать, я навожу на скользящую среднюю мышку. Правый клик. Удалить индикатор. Вставка индикаторы. Трендовые индикаторы. Bollinger Bands. Период. Давайте возьмем 20-ти периодную. Применяем к цене закрытия. Отклонение 2. Цвет. Ну, не знаю, давайте какой-нибудь более насыщенный возьмем. Опять же, для наглядности сделаем потолще. Окей. И вот так вот у нас построились наши полосы Bollinger. Что мы видим? Мы видим, что цена на нефть в настоящий момент торгуется у верхней полосы. И это говорит о том, что есть риск коррекции к нижней полосе. Вот таким вот образом работает этот индикатор. Он очень наглядный, очень понятный. Он также у нас остается вне зависимости от таймфрейма. То есть до этого мы смотрели дневной график, сейчас я переключил на недельный, сейчас я переключаю на месячный. Соответственно, по-разному будут располагаться полосы, но никаких переустановок делать здесь будет не нужно. Отлично. Отлично. Надеюсь, что вы разглядели, как мы это делаем. И мы переходим к последнему индикатору на сегодня. Это индикатор Parabolic. Он помогает нам определить тренд и подтвердить его разворот. Индикатор Parabolic состоит из вот таких вот симпатичных точек. И выглядеть он будет вот таким образом. Если тренд восходящий, точки находятся ниже цены. Если тренд нисходящий, то выше цены. То есть, соответственно, вот здесь, например, у нас тренд восходящий. Мы видим, что точки под ценой. Но уверенных нисходящих трендов здесь на самом деле у нас на графике нет. Поэтому вот этот момент мне вам толком даже и не показать. Что нужно знать нам о Parabolic? Чем больше точки отставлено от цены и одиночны, тем сильнее тренд. Если индикатор касается цены, сигнал на возможную смену тренда. Если индикатор через цену перепрыгнул, то это первое подтверждение смены тренда. Давайте посмотрим на график и поймем, что это все означает. Итак, действительно, вот здесь мы видим такую ситуацию. Был боковой диапазон. Это, кстати, график ровно тот же, на котором мы смотрели Parabolic. Тот же самый доллар-иена. Здесь у нас был боковой канал, здесь нет уверенного тренда. Мы видим, что точки то тут, то тут, то тут, то тут, то тут скачут вокруг цены. И дают нам ложные сигналы. Именно потому, что в боковом тренде трендовые индикаторы фактически не работают. А вот дальше начинается интересное. Дальше рынок совершает рывок наверх, пробивает боковой канал и начинает формировать восходящий тренд. Посмотрите, последовательные хаи, последовательные минимумы. Точки выстроились под ценой. Если в начале нашей, в начале развития нашей ситуации у нас точки были прилеплены друг к другу, то здесь у них появляются разрывы. И они немножечко начинают отставать от цены. Это говорит о том, что тренд набирает силу. Но тренд постоянно существовать не может. Тренду нужна коррекция, ему нужна передышка, чтобы набраться сил. И вот, посмотрите, был восходящий тренд, потом что-то как-то точки снова к цене прилипли, расстояние уменьшилось. Действительно, да, мы видим, что импульс немножечко заглох. Точки перепрыгнули через цену и начали выстраиваться вот здесь. Кстати, вот эта фаза коррекции совпадает с какой фигурой. Напишите, кто был у нас на прошлом вебинаре, с какой графической фигурой совпадает вот эта фаза коррекции. Ну и, соответственно, немножечко мы подкорректировались, а затем точки снова перепрыгнули под цену и начали показывать нам уже более уверенный, еще более уверенный рост. Ну и дальше уже тоже нет у нас уверенного тренда. Флаг, Анатолий, все верно. Молодец, Анатолий у нас молодец. Вот так вот примерно выглядит параболик. Как его применять? Я бы не рекомендовала, да, в общем-то, ни этот, ни любой другой трендовый индикатор применять отдельно от всего происходящего на рынке. Но в качестве именно подтверждения точки входа, если у вас уже есть представление о том, что цена должна пойти в том или ином направлении, то в качестве точки входа параболик может быть вам очень полезен, так же, как и скольдачая средняя и полосы Боллинджера. Итак, как это работает? Работает это так, что если у нас более, ну, хотя бы пяти точек выстроились в одном направлении, мы видим, что между ними растет разрыв, это говорит о том, что тренд набирает силу, это говорит о том, что позиции в определенном направлении открывать можно. Если же точки у нас сильно слеплены рядом с ценой, как это было в первоначальной фазе, это говорит о том, что пока у нас никаких сигналов на изменение цены нет, и пока не предвидится разворота тренда. То есть для того, чтобы говорить о развороте, нужно дождаться, чтобы точки разлепились и немножечко отошли от цены, как это произошло вот здесь. То есть это является сигналом того, что на рынке происходит что-то интересное. И давайте я снова подключу экран. Так. Так, вот. И мы с вами вернемся на график той самой цены на нефть марки Brent. Я удалю полосы Bollinger, потому что использовать все там, например, три или больше индикаторов одновременно я не рекомендовала бы вам. Снова. Еще раз, да? Ой. Не то. Нажала. В шапке меню мы выбираем поле вставка, индикаторы, трендовые индикаторы группу. И здесь выбираем Parabolic SAR. Не очень люблю лаймовый цвет. Предпочитаю что-то понасыщеннее. Вот, пожалуйста, перед вами на графике тот же самый Parabolic SAR. Сейчас он по нефти нам показывает устойчивый растущий тренд. Но, смотрите, здесь разрывы уже даже слишком большие становятся. Да и, в общем-то, невооруженным глазом видно, что, конечно, есть перекупленность у рынка. И с новыми позициями на покупку, по крайней мере сейчас, нужно быть осторожными. Но, справедливости ради, я хотела бы отметить, что... Давайте я удалю индикатор. Справедливости ради, я хотела бы отметить, что добавляю трендовую линию и провожу ее по минимумам нашего графика. Я хотела бы отметить, что, несмотря на то, что нефть действительно, ну, долго росла, почти без откатов, и вроде как требуется коррекция, но, тем не менее, нефть пока у нас остается в том же самом восходящем тренде. Здесь в этом смысле ничего с ней не произошло. Высовать его можно как угодно, да, там можно немножко как-то корректировать. Ну, вот как-то так, наверное. Восходящий тренд, да, несмотря на то, что там вот уже два дня идет коррекция, культовая поддержка отметка 57.20, и пока мы ниже этого уровня не ушли, и пока мы не получили подтверждение, ни о каком развороте мы не имеем возможности говорить, и поэтому фактически как раз-таки вот то, что мы... видим от нашего параболика, да, он подтверждает то же самое, что тренд сильный, сигналов на разворот пока нет. Отлично. Так, ну что, друзья, в принципе, у меня на сегодня на этом все. Так вот достаточно компактно мы с вами пообщались. Я надеюсь, что вам было полезно. Тренируйтесь, тестируйте индикаторы, подбирайте то, что больше подходит для вас. И только благодаря практике вы сможете составить свою работающую торговую стратегию. Анатолий спрашивает, периоды, задаваемые нами в скользящей среде, остаются прежние, в зависимости от изменения таймфрейма. Да, Анатолий, периоды фиксируются. Более того, я вам напомню, что мы можем в нашем торговом терминале создать шаблон. Давайте я, в принципе, даже покажу, как мы это делаем. Или нет, уже не покажу. Ну, давайте покажу, как создавать шаблоны на следующем вебинаре уже. Потому что у нас подошло к концу время, и я уже выключила терминал. Это может достаточно долго быть. Да, да, в общем, про шаблоны поговорим в следующий раз, и про много чего другого интересного тоже в следующий раз обязательно поговорим. Ну, друзья... Параметры для параболика я использую стандартные, которые предлагает мне Трейдер 4. Если хотите менять, ну, можно потестировать разные варианты, но меня стандартные устраивают вполне. Ну, и дальше уже, когда с индикаторами начнете работать более плотно, то уже сможете там как-то, когда чуть-чуть попривыкнете к ним, сможете поискать там, ну, на просторах интернета очень много информации сегодня есть. Поискать различные там комбинации индикаторов, поискать какие-то более тонкие параметры. Это все можно под себя подстраивать, но необходимость в этом приходит уже тогда, когда вы фактически уже наигрались со стандартными настройками, вам хочется что-то добавить. Все, друзья, спасибо вам большое. Заканчиваю наш вебинар. До новой встречи. Давайте, наверное, еще раз, да, я вам скину напоследок ссылку на наши предыдущие вебинары. Вот это у нас вебинар по японским свечам. И вот это у нас вебинар по фигурам технического анализа. Кроме того, коллеги, еще раз скидываю ссылку на следующие вебинары. Напоминаю, что следующий вебинар по осцилляторам состоится 11 октября в 19.00. Ровно через две недели, в следующую среду приходите, а мы вас ждем с коллегами из Адмирал Маркетс. Ну и кроме того, если финансовые рынки вас интересуют так же глубоко, как меня, то заглядывайте к нам на сайт InvestFuture также, где вы найдете много полезных новостей, аналитики, обучающих материалов и сервисов. Я главный редактор этого проекта. Можно ли использовать индикаторы в алго-системах? Можно. Да, 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 совершенно верно. Те же самые роботы, которые у нас совершают сейчас 98% сделок на американской бирже, они все строятся фактически на стандартных абсолютно инструментах. Это те же самые японские свечи, графические фигуры, индикаторы. Просто, конечно, на более высоком уровне. Все, друзья, благодарю вас, желаю удачи. Встречаемся через две недели, 11 октября. Всем пока, учитесь, развивайтесь и торгуйте прибыльно. Продолжение следует... Продолжение следует...